Здравствуйте, друзья! Как обычно, в это время, в доле Стуты Ларсен, программа о доле женщины в бизнесе и о бизнесе в жизни женщины. У нас в гостях директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation в России, Казахстане и Украине, Юлия Клебанова. Здравствуйте, Юлия! Здравствуйте, Тута! Ну, женщина и IT, эту тему мы еще не обсуждали ни разу в нашей программе, и, конечно, для меня это просто всегда удивительно, как мы, хрупкие, нежные, предназначенные для того, чтобы заниматься, не знаю, семьей, кулинарией и чем-нибудь еще таким же милым, оказываемся в столь, казалось бы, неженских областях бизнеса и деятельности. Но вы, на мой взгляд, в общем, как-то, наверное, все-таки имели к этому склонность, поскольку вы закончили политех. Вы по образованию инженер, радиотехник, уже изначально не совсем женская профессия. Как случилось, что вы ее выбрали? Тут это была очень долгая история. Изначально вы, как всегда, зрите в корень, жизненные планы были совсем-совсем другими. И я очень хотела закончить факультет иностранных языков синхронный перевод Ленинградского государственного университета, но тогда по зрению я не смогла подать документы на конкурс. У меня было в свое время очень плохое зрение. Спасибо господину Федорову, который мне глаза прооперировал, но это было существенно позже. И поскольку очень хотела заниматься чем-то интересным и полезным, тогда, наверное, на пике моды все-таки был технический перевод, появлялись какие-то первые технологии. Я подумала, ну чем черт не шутит, пока бог спит. И, скорее, ради спортивного интереса я подала документы в политех и к своему неимоверному удивлению поступила. Ну, то есть у вас было все хорошо не только, очевидно, с гуманитарными дисциплинами, но и с математикой? С математикой было хорошо, но, скажем так, экзамен по математике был среднестатистическим. То есть это не мехмат, это не, скажем так, не прикладная математика. Сдала и как-то достаточно легко отучилась. Но я сделала другой кольбит, защитилась на английском языке, чтобы сопричь коня и трепетную ладь. А вы в спецшколе учились в Ленинграде? Да, заканчивала английскую спецшколу. Одно другому помогало. С другой стороны, мне кажется, мы иногда склонны преувеличивать сложности, связанные с учебой или с той иной работой. Когда голова особо ничем, кроме учебы, не занята, все дается достаточно просто. И мне достаточно легко давались как иностранные языки, так и математики. Слушайте, но вообще-то это уникальное явление, когда у тебя в 18-19 лет голова ничем, кроме учебы, не занята, особенно если ты живешь в Ленинграде. Какому-то удалось. Конечно, голова была еще занята. Она была занята Эрмитажем, она была занята замечательными музеями, которых у нас полным-полно. Я обожала бывать в Меньшиковском музее, проводила все свое свободное время в Эрмитаже. Но, может быть, именно потому, что скользив по поверхности, особо глубоко ни во что не удаваясь, когда тебе в 18-19 лет, все кажется достаточно простым и легким. Наверное, это волшебное чувство, которое не хотелось бы терять и становить более зрелым человеком. Но тогда получилось так, как получилось. А какая была тема вашей диссертации? Ну, честно говоря, я не кандидатом. Я стала МБИ гораздо позже. Это случилось почти через 10 лет после окончания вуза. Я инженер-разработчик приема передающих устройств сотовых сетей связи. Но это было так давно. У меня даже был стандарт АМТ, если кто из инженеров помнит, 450 МГц. Наверное, это как каменный-каменный век для инженеров. Есть совершенно смешной анекдот, связанный с моим дипломом. Дело в том, что было жесткое требование в начале 90-х использовать исключительно отечественную элементную базу, которой для подобного рода устройств в то время не хватало. Я упала в ноги к своему руководителю диплома, замечательному совершенно преподавателю, и сказала, господи, ну что же мне делать, потому что я не могу создать компактное устройство, имея вот то, что я могу изучить. Из этого конструктора. Да, даже применяя все справочники библиотеки. А мой приемник весил 8,5 килограмм. О, Боже. И я задала вопрос преподавателю, есть ли у меня шансы защитить диплом. Но он честно был посчитан, честно сделан. Он сказал, не стесняйся, это же наш первый отечественный. К моему еще большему удивлению, мне поставили 5 за диплом, и даже выдали значок, такой, вы знаете, советский ромбик инженера за изобретение для отечественной экономики. Поэтому моя биография в IT началась вот с этого анекдота, да, с 8-килограммового сотового телефона. Вы его не сохранили на память? Я сохранила этот ромбик, значок, конечно, диплом, поскольку тогда компьютеров не ровно. А устройство-то? Нет, нет, оно рассчитывалось. Тогда мы сдавали чертежи. Само устройство делать было не нужно, я сдавала чертежи, его рассчитывала. Это было очень забавно. Но вот, тем не менее, видите, вот памятный ромбик остался. Конечно, сейчас уже мы работаем с устройством несколько другого класса и другого качества, но, видите, у всего есть свое начало, оно не обязательно серьезное. Тогда расскажите, после такого глубокого погружения, собственно, в устройство, как вы все-таки решили изучать банкинг и финанс в Соединенных Штатах? И зачем вам понадобилось MBA? Еще один хороший вопрос. Любопытство. Вы же знаете, что очень часто таким внутренним мотиватором, искренним, является любопытство. Особенно у женщины. Да, конечно. Я даже не буду отрицать очевидного факта. У меня был замечательный коллега, с которым мы работали вместе в Luson Technologies. Он сказал, что я иду учиться на MBA. Другой наш коллега повернулся к нам, обернулся и спросил, Мба, это что такое? Это африканская фамилия? Мба. Мы посмеялись, посмеялись, но я так поняла, что я не особо понимаю, о чем идет речь. Попросила, ну-ка, Тимур, расскажи мне, о чем мы толкуем. Он мне объяснил, что это сакральное знание, которое позволяет заниматься бизнесом в любой точке мира. Дает какие-то основополагающие знания, можно сказать, совершенно сакральные, позволяющие себя видеть в светлом будущем. Ну, а заодно и разобраться в финансах. Потому что, как выяснилось для меня тогда, финансы российские и американские сильно отличаются. И вот, движимая этим самым любопытством, я и оправилась на MBA. В Штаты? Это был Darling College of Oakdale, Нью-Йорк. Они читали лекции здесь, а экзамены приходилось давать там, да. То есть это был первый выезд ваш за границу в Нью-Йорк? Да. Я не представляю себе, что испытывает человек, который первый раз в жизни выезжает за границу и попадает сразу в Нью-Йорк. Это, наверное, должно было как-то перевернуть сознание. До этого была поездка в Лондон в качестве рабочего класса. Я занималась в Тинскомоне, о котором мы с вами говорили некоторое время назад, бесперебойными источниками тока. И поскольку тогда практика была отнюдь не такой вальяжной и приятной, как это принято сейчас, я стояла у станка и свинчивала бесперебойные источники питания. А MBA, собственно, случился чуть-чуть позже. И да, вот поездка в Америку, экзамены, это было второе открытие мира. Не хотелось там остаться и, в общем, как-то не возвращаться? Это же были 90-х, начало 90-х? MBA случился уже в конце 90-х. Да, я закончила, дай бог памяти, по-моему. Да, в 2000 году. Нет, вы знаете, вернуться хотелось сразу, потому что возвращаешься часто не в страну, а к своей семье и к своим друзьям. Мне, конечно, хотелось очень вернуться. А потом, наверное, вы уже как-то испытывали желание поделиться накопленными знаниями, как-то их здесь применить, реализовать? Применить, да. И это было очень интересно, это очень благодарная работа. На самом деле, любое образование хорошее, российское или американское, особенно инженерное, оно очень систематизирует мозги. И это правда для человека любого пола и любого возраста. Поэтому знания, полученные в институте, а потом уже на американских вот этих, ну, могу сказать, курсах, потому что MBA, это всё-таки уже пост высшее образование, оно очень помогло и помогает сейчас. А мне ужасно любопытно, вот эти вот прекрасные технические знания и потом знания банковского финансового дела, они в быту, наверное, тоже здорово помогают, да? Как-то, ну, там, планировать бюджет, организовывать жизнь в семье, как-то, я не знаю, там, запасы в холодильнике, в конце концов, систематизировать? Или это всё-таки неприменимо в частной жизни? Вопрос хороший, но надо отвечать искренне. Ну, я вот просто, я сужу по себе, да, я гуманитарий, у меня хаос полный во всём. Но как-то в этом хаосе почему-то всё равно всё происходит, случается, хотя довольно сложно жить, когда ты не знаешь, что с тобой произойдёт в следующую минуту. Мне кажется, что у вас какая-то другая ситуация, ну, вот, вы по складу другой человек. Мне ужасно интересно, работает это и в обычной жизни? В теории должно работать, ответим так. Но на практике знания скорее чаще применяются на работе, потому что когда в семье все погрешены в работу и учёбу, основная задача справиться с нагрузкой сначала на работе или в учёбе, а потом дома. Поэтому в теории было бы правильно рулить с финансами дома, так же, как это делаешь на работе, но на практике этого никогда не получается. Когда бежишь в одиннадцатом часу с работы, забежал в ближайший магазин, схватил, что было, что-то приготовил, съел. Да, и тем и счастлив. Наверное, потом... Ну, хорошо, ну, может, планирование отпуска там, например. Да, да, вот планирование отпуска – это действительно серьёзная вещь. Причём в сочетании с IT – это железобетонный такой аргумент. Когда вы используете Outlook календарь или все другие средства подручные, потому что у меня дети фанаты технологии Apple, просто отправляете им формальное приглашение, что у нас отпуск, например, с 22 марта, все свои календари закрывают и дружно начинают собирать документы, например, на визу. Это действительно работает. По крайней мере, никто не забудет, куда он едет, с кем и когда. Поэтому, да, вы совершенно правы, некоторые знания, они действительно в жизни частные, очень и очень даже применимы. Вот, вот это вот для меня совершенно непостижимые, недостижимые вершины. Мне очень даже немножко где-то завидно, что... Есть так... У женщин бывает и так. И так систематично, и всё логично, и правильно. Друзья, у нас в гостях директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation в России, Казахстане, Украине Юлия Клебанова. Сейчас новости на Финами, и мы продолжим. Оставайтесь с нами вдоль из Тутты Ларсен. Сегодня вдоль из Тутты Ларсен директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation в России, Казахстане, Украине Юлия Клебанова. И, собственно, расскажите, как вы оказались в Intel, ведь вы, в общем, пришли на уникальную должность, которая до сих пор ещё как отдельного подразделения не существовала. Менеджер по работе с государственными организациями. То есть вы пришли, как бы, как сказать-то, выступить, я даже не знаю, на единым фронтом или наоборот конфронтом с чиновниками российскими. Я правильно понимаю? Наверное, доля истины в таком предположении есть. Конечно, миссия была не столь высока, как вы сказали, но тем не менее. И это был 2002 год. Если помните, тогда Россия начинала программу «Электронная Россия», которая в теории должна была базироваться на самых современных технологиях, которые были доступны для государственных заказчиков в тот момент. Поскольку опыта в создании электронных систем масштаба государства на тот момент было немного, я и оказалась в позиции менеджера, который отвечает за работу с государственными структурами. Что это значило? Вы должны были окомпьютерить министерства, ведомства, не знаю, там, всякие организации, учреждения? Вы должны были помочь им создать электронные ресурсы, через которые можно было совершать документы обороты и все прочее? Отчасти да. Но если бы вся постановка задачи сводилась к тому, чтобы продать побольше компьютеров, это была бы слишком простая и приятная задача. Дело в том, что любой проект в масштабах не только государства, да, пожалуй, и организации, это в первую очередь не купля-продажа или даже не поставка железа или софта. Это достаточно сложное архитектурное решение, которое начинается с вопросов очень-очень далёких от компьютеризации. Что вы хотите сделать? Для кого? Почему? Это вопросы, мне кажется, вообще идеологии. То есть у нас до этого, что у нас были бумажки, 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 окна очереди, бесконечная какая-то волокита, а тут мы вдруг все стали переходить на электронные способы общения и взаимодействия вплоть до электронных подписей. Я понимаю, что задача была такая – всё оптимизировать и перевести на новейшие информационные технологии, способы взаимодействия. Абсолютно. Но для того, чтобы решить такую макрозадачу, её надо разбить на несколько задач чуть более низкого уровня. Например, если вы, как простой гражданин, хотите прийти в службу одного огна и получить какую-то услугу, имеется в виду, что этот процесс, до того, как он стал компьютерным, отработан на уровне элементарной логики. Этот запрос поступает к кому? С какой скоростью он обрабатывается? Где он хранится? Какое взаимодействие между какими органами он подразумевает? И как человек защищён вообще во всём? Абсолютно. Как защищаются персональные данные. Хотя на тот момент о персональных данных и их защите никто так, как сейчас, конечно, не говорил. И моей задачей в этом уже далёком 2002 году состоялось в том, чтобы найти оптимальный способ поддержки таких сложных проектов со стороны крупнейшего поставщика компьютерных технологий. Потому что наши процессоры Intel, они стояли и продолжают сейчас устанавливаться во всех крупнейших серверных и клиентских системах. Они поддерживают нужные алгоритмы и нужные технологии поставщиков программного обеспечения. Соответственно, нужно было поддерживать их. Но чтобы не вдаваться в особо технологические детали, хочу сказать, что подобного рода задачи есть суть работы людей, которые отвечают за работу с госсектором, или с банковскими структурами, или с нефтяниками. Ваша задача была в большей степени техническая или всё-таки коммуникационная? Моя задача направлялась, пожалуй, на три вектора. Первый вектор – это технический и технологический. Потому что людей, принимающих решения по тому или иному проекту, нужно было ознакомить с нашими технологиями. Делать это достаточно глубоко. Надо отдать должное, уровень профессионализма людей, отвечающих за компьютеризацию в наших госорганах, как правило, очень высок. Соответственно, нужно было рассказать об этих технологиях, нужно было предоставить тестовые образцы, нужно было провести пилотный проект. Это первое направление. Второе направление было связано с логистической поддержкой проекта в целом. Потому что когда на бумаге или концептуально создано нечто правильное, самое сложное – перевести это нечто в простическую плоскость. С чего начать? Начать ли с какого-то проекта в масштабах района, города, может быть, региона, или что-то пытаться сразу внедрить на всю страну – это очень сложная задача, которая подразумевает огромный уровень ответственности со всех людей, которые вовлечены в этот процесс. Поэтому мне нужно было поддержать не только технологическую сторону реализации этих проектов, но и логистику, и логику внедрения последовательности этого решения. Начинали, как правило, в небольших регионах, потому что огромное количество ошибок и хвостов, которые всплывают в процессе реализации этих проектов, они не носят чисто технической плоскости, или чисто логической, или чисто маркетинговой. Это, как правило, самая сложная организация взаимодействия, между разными людьми, с разными интересами. Человеческий фактор, который в России особенный силой. Абсолютно. Потому что сам факт передачи информации от одного человека к другому, от одного ведомства к другому, когда успех или провал этого проекта будут ассоциироваться с конкретными людьми или организациями – это всегда нервозная часть работы. Поэтому, видите, эта задача распадается на нескольких составляющих, а я, в конечном счете, отвечала за результат перед людьми со стороны Интела. Потому что, если нужно сделать какой-то проект, к определенному времени он должен быть сдан, оборудование должно стоять и работать. Но это не самоцель. Цель состоит в том, чтобы люди, которые являются заказчиками, были довольны и получили то, чего они хотят. Чтобы они не пользовались, в конце концов. Конечно. Но подождите, не было ли такого момента, что вы в какой-то день понимали, что вы погрязли в бюрократии, что это невозможно, и что это просто рытье в каком-то болоте, погружаешься все глубже, и выхода нет? Трудный вопрос. В глубине души, по некоторым направлениям, скажем, некоторым задачам, ощущение было именно таким, о каком вы говорите. Но это было связано не с тупостью бюрократической машины, а со страхом что-то изменить. Но я для себя открыла очень интересный мир. У нас в России все, как правило, очень резко полярно. У нас есть либо люди, которые очень заинтересованы в изменении, в успехе, они стараются изменить статус-кво и действительно изменить нашу жизнь к лучшему. Мы их часто не видим и не знаем, но они нам очень помогают. А другие как-то очень реакционным образом пытаются сохранить статус-кво таким, какой он есть. Поэтому да, было очень трудно. Да, было ощущение, что определенные процессы забюрократизированы и, скажем, стали костными настолько, что их поменять нельзя. Более того, к сожалению, эта проблема во многом есть и сейчас. Но, тем не менее, мир очень изменился. И за 10 лет уже можно говорить о больших изменениях, которые произошли в нашей жизни благодаря информатизации, в том числе и в госорганах. Россия стала электронной все-таки с тех пор, как вы считаете? Если сравнить Россию 2002 года и Россию сегодня, безусловно, да. Потому что никто из нас и подумать не мог, чтобы в 2002 году, например, посмотреть свою налоговую декларацию в электронном виде. Или заказать загранпаспорт через интернет. Конечно. Поэтому, если сравнивать себя с самим собой 10 лет назад, изменения есть, и мы не можем их отрицать. Другое дело, что их могло бы быть больше, очень хотелось бы их видеть больше, потому что я только что вернулась из командировки Грузии, и самое красивое здание, например, Тбилиси, оно как раз посвящено одному окну, когда гражданин может все услуги от госорганов получить в одном месте. И очень бы хотелось, чтобы в ближайшее время в России нам, как гражданам, тоже такой способ получения госуслуг был доступен. Мы работаем над этим, я думаю, что это вопрос времени, но хотелось бы, наверное, чуть больше поддержки со стороны чиновников, которые за это отвечают. Есть еще такое мнение, что, наверное, поменялось очень сильно не только Россия и ее информационное состояние, но и, в общем, житель России современный, тот, который в 2002 году был ребенком, сегодня он стал активным гражданином. И ведь это, наверное, сейчас информационные технологии, и те ребята, которые работают в Интеле сегодня, это, наверное, одна из самых востребованных, модных и современных профессий. С другой стороны, я постоянно слышу о том, что наши мозги утекают на Запад, наша молодежь востребована в Силиконовой долине, и, в общем, довольно сложно здесь реализоваться молодому человеку, который хочет заниматься чем-то в IT-индустрии. У вас вот в российском отделении Интел, как может любой человек, особенно девушка, прийти, найти работу, оказаться в эпицентре этой интересной технологической и всей профессиональной деятельности? IT принесли очень интересное, свежее явление в нашу жизнь. Прямой связи между этим нет, есть только факт. IT-мир очень политкорректен и очень нейтрален. Людей не ценят за то, какого они пола, или какого они веса, или какого они возраста, или как они выглядят, абсолютно. В IT людей ценят за профессионализм. А у вас есть дресс-код в компании? Практически нет. Есть элементарные правила приличия, но они есть всегда. И, наверное, человек, который придет в резиновых тапках для бассейна или в штанах, ну, погоди, вызовет изумление. Но то, что у нас нет... Но его не попросят переодеться. Ну, наверное, на него посмотрит так, что в следующий раз ему не захочется так ходить. Просто, опять же, обыватель представляет себе IT-шника как такого чудаковатого персонажа, как раз в резиновых тапках и в шортах. Ну, погоди. Наверное, сис-админы, вошедшие в анекдоты, они имеют право на любой дресс-код. Хотя бы потому, что они заслужили таким количеством анекдотов, подобного рода репутацию. Но если взять IT-компании, людей, которые занимаются сборкой или компьютеров, или проектами в области компьютеризации, или людей, которые пишут софт, мы ходим на работу в том, в чем удобно. Эта культура пришла, если я не ошибаюсь, из Гугла, где люди могут ходить даже в спортивном костюме, потому что они там в свое время провели исследование и выяснили, что если человек одет свободно, ему комфортно, он просто более продуктивен с точки зрения своей умственной деятельности, что, безусловно, правда... Не отвлекается. Да, конечно, потому что если вы разоделись как на великосветский бал, вы больше будете думать, какого цвета у вас манжета, не посадили ли вы пятно на воротничок. Не дадут ли вам курсет. Абсолютно. Поэтому, видите, у IT есть очень много преимуществ. Вас ценят за то, какой вы есть, а не за то, во что вы одеты, и не за то, как вы выглядите, и не за то, сколько вам лет. Поэтому, безусловно, в офисе Intel есть перспектива у любого профессионала. Я думаю, что это справедливо для любой этой компании, а не только для нас. И мы очень рады видеть и талантливых женщин. Вы знаете, что у нас есть женщины-разработчики очень талантливые, об этом поговорим после небольшой паузы. Сейчас на феномен новости, и мы вернемся в долю. Юлия Клибанова, директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation в России, Казахстане и Украине, сегодня в доле Стуты Ларсен. Говорим о женщинах в IT-индустрии. Юлия сказала, что женщины совершают какие-то деятельные открытия в этой области в последнее время. Да, замечательные женщины, российские женщины, красавицы из Нижнего Новгорода, занимают высокие инженерные позиции. Сейчас определяют судьбу некоторых технологических решений, которые Intel потом будет распространять на весь мир. Поэтому, видите, прекрасное не мешает разумному, и я считаю, что женщин будет все больше. И не все наши прекрасные технологичные мозги убежали в Силиконовую долину? Нет. Более того, мир ведь развивается по спирали. И мы полагаем, что есть какие-то преимущества и радости от жизни и работы здесь в том числе. Потому что мы любим очень часто упоминать об исходе людей, куда бы то ни было. Это не обязательно Силиконовая долина, это и Австралия, и какие-то европейские страны, центры разработки. Но мы часто забываем говорить и об обратном потоке. Потому что весь мир изменился. И, наверное, неправильно абстрагироваться от всего мира, говоря о каких-то трендах только в России. Айти мир очень мобилен. И если какая-то интересная разработка или проект, или какая-то фабрика открывается за рубежом, она делает все возможное, чтобы привлечь в себе специалистов со всего мира. Опять-таки, безотносительно их возраста, пола и национальности, безусловно, люди должны говорить на общепринятом английском языке и быть экспертами в своей области. Но если возникает какой-то проект в другом месте, и если в теории он возникнет в России, то тренд будет и обратным. Соответственно, приедут люди и сюда. И мы надеемся, что это будет, и в том числе и для женщин. Когда вы пришли в Интел, вы помимо непосредственного общения с госструктурами и, собственно, внедрения новейших технологий в нашу повседневную жизнь на федеральном уровне занимались еще и улучшением информационной среды. Сейчас очень много разговоров идет о том, что информационная среда очень агрессивна. По-моему, в прошлом году был принят закон о защите детей от информации. Мы получили все эти бирочки с возрастными ограничениями. Я, кстати, ими пользуюсь с удовольствием. Удивительно, когда я только об этом услышала, меня это очень раздражало. Я думала, что за ерунда. 14 плюс, 16 плюс. Зачем так напрягать средства массовой информации? Сейчас мне очень легко. Мой ребенок включает телевизор и ему говорит, видишь, здесь написано 16 плюс, ты будешь смотреть, это через 9 лет. А сейчас возвращайся, пожалуйста, на свой Animal Planet Discovery и смотри прослонников в Африке. Но, тем не менее, наверное, для IT-компаний в этом тоже есть некий вызов и некая непростая задача. Как развивать, улучшать эту информационную среду и при этом ее контролировать, чтобы она не захлестнула нас уж совсем без какого-то вот, ну, без, не знаю, без контроля. Тавтология, простите, контролировать и без контроля. Конечно. Но здесь, наверное, имеет смысл опять-таки отделить суть проблемы от ее технологической составляющей. Дело в том, что попытка защитить детей от недолжной информации, наверное, была всегда. Мы старались им не давать книги определенного содержания до определенного возраста. Не витись с ними бесед на определенные темы, пока они не были к этим темам готовы. Интернет или то, что мы видим по телевидению, или то, что мы слышим по радио, это всего лишь продолжение, просто информационное поле, оно расширяется. С каждым годом количество информации, которое мы получаем, будучи взрослыми или детьми, растет. Поэтому попытка систематизировать этот информационный поток сообразно возрасту аудитории, наверное, она разумна. Я с вами совершенно согласна, хотя у меня вопрос, как у мамы. Ребенок может смотреть безобидную передачу, но когда мультфильм прерывается рекламой товара, прямо скажем, предназначенного для взрослых, у меня это тоже вызывает некое изумление, почему закон об ограничении информации распространяется на, например, передачи авторов, но когда прерывается реклама, которая явно не адресована этой целевой аудиторией, данная ситуация считается нормальной. Но это мысль вслух. Поэтому для нас в технологической плоскости проблема выглядит немного по-другому. Если говорить о совсем простых и понятных вещах, речь идет о том, что какие-то информационные потоки или какие-то веб-сайты или какие-то, скажем так, источники информации в интернете, они могут быть для детей, наступны в режиме белого листа, когда родители или школа определяет, куда им можно ходить, что смотреть и что читать. Я в этом смысле большой адепт подобного рода ограничений, особенно в школах. Мы же приходим в школьную библиотеку не для того, чтобы читать книги для взрослых или смотреть передачи для тех, кому больше 21 года. Школьная библиотека должна давать доступ к тем ресурсам, которые нужны детям. Другое дело, стоит ли школьной компьютерной сети выходить в социальные сети, потому что в социальных сетях можно увидеть много чего-то, и не предназначено, например, детям семи или восьмилетнего возраста. Вот здесь вопрос, он уже не белый и не черный. Это вроде как и не белый лист, например, учебник по математике, но и не черный лист, как вообще известные сайты, пропагандирующие совсем недолжные вещи в интернете. Поэтому для нас задача, она сводится к тому, чтобы, внимательно выслушав пожелания нашего заказчика, в данном случае, это может быть либо школа, либо департамент образования, либо какая-то телеком-компания, которая хочет определенный контент запретить, определенный контент разрешить, например, для родителей и для детей. Дать им технологическое решение, которое позволит им их задачу решить. Где-то это криптование данных, вот мы с вами говорили о сохранности частных данных людей. Где-то это запрет доступа к определенным веб-сайтам, по IP-адресу или по другим определенным показателям. То есть это сугубо технологическая задача, но она не превалирует, она не самоценна. Технология – это всего лишь производная бизнес-процесса, поставленная задача. IT-способ – это всего лишь один из способов решить задачу. Но с точки зрения бизнеса ограничивать информацию, мне кажется, не очень выгодно. С точки зрения бизнеса, конечно. Наверное, коль скоро в бизнес попадают люди взрослые, мы полагаем, что каждый взрослый человек, он разумен, и он сам должен решать, что ему нужно для того, чтобы быть успешным в бизнесе, а что, может быть, имеет смысл отложить на потом и посмотреть из дома. Но вводить ограничения на информацию для людей, которые отвечают за успех предприятия или за какое-то его направление, или за проект, на мой взгляд, неразумно. Может быть, мое мнение не ошибочно, но это частное мнение. А скажите, сейчас вы работаете с корпоративными заказчиками в России, Казахстане и Украине. Это разные стили, это разные корпоративные отношения, разная этика? Или, в общем, приблизительно все-таки в одном ключе, в одном настроении, в одном направлении работают люди и в России, и в Казахстане, и в Украине? Я бы сказала так. Люди, они везде люди. И есть коллеги, с которыми приятно и интересно работать, в любой стране. Но есть и свои культурные традиции. И это их тоже глупо отрицать. И в Казахстане они свои, в Украине свои, в России свои. Они привносят определенный колорит. Это очень интересно. Могу вам анекдот рассказать. Да, конечно. Последнюю свою командировку в Казахстан, когда мы очень успешно поговорили с представителями из Восточного Казахстана о ряде проектах, связанных с информатизацией системы образования в этой замечательной стране. Мы пошли, обсуждали уже ряд вопросов за деловым обедом. Невзирая на то, что все-таки определенные традиции, вот тот самый Дороскот, который мы с вами упоминали, в известной степени присутствовал, беседа шла очень хорошо. Мы договорились обо всем, о чем хотели, уже все съели, приносит чай, и воцаряется неловкое молчание. Я понимаю, что делаю что-то не так. Но понять, что именно, никак не могу. Со мной сидела моя замечательная коллега из Казахстана, я пихнула ее в локтем в бок и говорю, Аида, дорогая, что я делаю не так? Мы явно что-то напортили. На что Аиба мне шепотом отвечает, у нас нельзя, чтобы мужчина наливал чай, ты должна взять чайник и налить ты старше позванию. Ну, конечно, я взяла чайник и с большим удовольствием поухаживал за нашими гостями, после чего беседа снова пошла в правильном русле. То есть, понимаете, вот такого рода анекдоты они, конечно, всегда... Технологиями. А чай-чаем, да. Вот. Но это скорее приятные анекдотичные случаи, их очень много, они все время происходят не только при переезде границы России, но и в наших областях тоже совершенно разные традиции и самые разные правила. Например, в Якутии я была на открытии дейта-центра несколько лет назад, совершенно передового, с точки зрения технологии, я сказала бы, одного из самых образцово-показательных. Это был дейта-центр в системе. И он стоит где-то в тундре. Он стоит в Якутске, это был февраль, это было минус 47 градусов в момент прилёта. Но его, например, освещал шаманы. Я первый раз в жизни видела, как шаманы производят такой замечательный вот ритуал, связанный с освещением дейта-центра. Это было действительно очень красиво, очень интересно. Я не знала, как они замечательно поёт и играет на совершенно мне неизвестных музыкальных инструментах. Но вот ведь жизнь, она идёт совершенно параллельно с технологиями. Какой бы совершенно она ни была, традиция-то остаётся, и она прекрасна. Действительно, уже ведь, в общем-то, в некоторых регионах земного шара можно исповедаться через интернет. И уже никого даже этого не смущает. И существуют электронные церкви и прочее, прочее, прочее. Ну и, по крайней мере, даже у наших православных многих храмов есть свои личные сайты и странички в социальных сетях. Наверное, это как-то действительно здорово и правильно. А в школе? Вот вас, как маму первоклассника, волнует компьютеризация школьной программы? Электронные журналы, электронные дневники. Это правильно и здорово или немножко мешает? Я бы сказала, меня, как любого родителя, конечно, это очень волнует. Но, вы знаете, самое главное-то пословице «не навреди». Сказать, что надо учить детей без компьютера, а сначала болгать самому себе. Потому что нельзя быть современным человеком, даже если речь идет о семилетних детях, и при этом не пользоваться ПК. Другое дело, должен ли ПК заменить что-то, что для ребенка очень важно. На мой взгляд, компьютер никогда не заменит хорошего учителя. И доброе слово, и профессиональный учитель были бесценными активами и останутся таковыми навсегда. Может быть, опять-таки, это мое мнение, и оно субъективно. Чем хорош компьютер для школьника? На мой взгляд, тем, что те вещи, которые ребенку трудно постигнуть, когда ему рассказывают такие вещи, как математика или ши-жи-пиши-черезы, используя только гриф или доску, скорее всего, отложатся должным образом, ну, сколько, у половины детишек. Многие дети так информацию не воспринимают. Для других нужна игровая форма. Им нужно, может быть, взять тоже правило ши-жи-пиши-черезы, но попробовать его на компьютере или на айпаде. В мультике в каком-то. И они его запомнят. То есть компьютер при правильном его использовании, при грамотной, очень деликатной интеграции в процесс обучения, мне кажется, позволяет детям по-новому посмотреть на процесс обучения и где-то попривести его в шутку, где-то в игру. А для кого-то это критически важно, потому что какие-то дети воспринимают информацию только визуально, для них трудно что-то воспринять на слух. Другим надо тактильное ощущение, им надо попробовать. И опять-таки это компьютер. Для других детей, например, детей с ограниченными возможностями, это вообще единственный способ получения качественного образования. Я была в школе динамики, это замечательная школа для детей с ограниченными возможностями в Петербурге, где я видела, какого рода технологии используются для обучения детишек, у которых такого рода технологии единственный способ приобщиться к знаниям. Это очень важно, очень трогательно, и я очень верю в будущее компьютерных технологий для детей, которые не ходят в школу по той или иной причине. У нас в стране очень много детей, которые сидят дома, подолгу болеют, находятся в больницах, да мало ли что происходит в семье или с ребенком, и компьютер это своего рода связь с миром. Окно, да, в реальность. У нас в гостях Юлия Клебанова, директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation России Казахстане и Украине. Мы продолжим наш разговор после новостей на Финаме. Продолжаем беседу с нашей гостьей, директором по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation России Казахстане и Украине Юлия Клебанова. И говорили о таких уже, наверное, женских делах и вещах, о компьютерах и детях. Ваш ребенок во сколько лет освоил компьютер младший? Вы вообще пускаете его? И оставляете ли один на один с компьютером? Пытаюсь вспомнить, да, оставляю один на один с компьютером, потому что первое, к чему мы приобщились, это был сайт Лего. Вот я сейчас удрожно пытаюсь вспомнить. Мы там собирали роботов по столько, поскольку не могли бежать и покупать их вот в данную минуту времени. Кстати, это очень удобно. Спасение. Это очень удобно. Пустить ребенка на веб-сайде, он соберет любимого робота. Я не могу сказать, что у него есть свой компьютер. Он время от времени подворовывает мой или компьютер своей старшей сестры, потому что дети семилетние мгновенно учатся тому, чему, может быть, мы не хотели бы их учить. У него есть свой iPad, он время от времени выиграет. И вы знаете, вынужден сознаться в своей слабости, когда вы берете ребенка куда-то и не можете ему посвятить должное время, например, в командировке или в самолете. Даже в поликлинике к врачу планшет спасения. Да, это способ нейтрализовать неуемную энергию хотя бы на какое-то время. Хотя я нашла несколько очень интересных приложений, например, по физике, с которыми он играет с большим интересом. Очень интересные программы мне мои коллеги помогли найти. Мне очень жаль, что их не сильно популяризует. Потому что очень много программ написано энтузиастами. Очень трудно 5-6-летних детей завлечь названием «Ваш первый урок по физике». Игра называлась как-то очень смешной, но ребенка было совершенно не оторвать от этого перекадывания шариков по всевозможным рычагам, наклонным плоскостям и так далее. Здорово. Так что сочетаем приятное с полезным. А то, что вы сказали, дети являются приверженцами яблочных технологий в то время, как мама работает в Intel. Это не смущает? Конечно, не смущает, потому что все макбуки на Intel. Врага надо... А, действительно. Нет, нет, конечно. Это x86-я архитектура и самые красивые решения Apple, которые вы видите на макбуке, наверное, даже у вас, в вашей замечательной студии Finam.fm. Это наша микроархитектура, наши процессоры и специальный дизайн, сделанный импулом для компании Apple. Так что в скором будущем, наверное, вы увидите много новой интересной продукции. Но уж я не буду заниматься рекламной деятельностью. Я думаю, это ни время и ни место. Да, я хотела поговорить с вами еще о какой-то социальной ответственности, поскольку я знаю, что вас это тоже трогает. И, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это то, что женщина вносит в любую бизнес-структуру, в любую индустрию, даже такую, казалось бы, сухую, строгую, как IT. Помогать другим. Делать что-то бескорыстное, заниматься благотворительностью, участвовать в каких-то социальных проектах. Я знаю, что ваша компания здесь не исключение. Да, мы делаем то, что не то, чтобы обязана делать, а что не делать уже неприлично. Наверное, неприлично вести успешный бизнес в любой стране мира и не помогать тем, кому эта помощь нужна. Но у нас в стране, мне кажется, это все-таки не вошло еще вот в такое естественное состояние большинства бизнес-структур. Может быть, потому что в большинстве биржных структур не так много женщин, которые об этом думают. А может быть, потому что глаза людей, они засланы какими-то другими проблемами. Но мы и наши коллеги из IT-индустрии давно живем в ином мире. Может быть, потому что мы на пике технологий, мы всегда чуть-чуть опережаем свое время. Ни одна серьезная компания в IT-мира, а я их знаю очень много, не считает возможным вести свою операционную или коммерческую бизнес-деятельность, не помогая другим. Intel в этом смысле один из многих, и я очень горжусь тем, что работаю в компании с такими принципами. Безусловно, мы помогаем детям из детских домов несколько раз в год. Мы как компания, мы как частные лица собираемся и помогаем детям. Мы компьютерной техникой, учебниками, где-то памперсами. Это часть нашего мира. Если мы этого не делаем, мы понимаем, что уже чего-то происходит не так. Но в жизни нам удалось сделать очень интересный проект, который произошел от бизнеса. Он начался с поставки компьютера в школу, а закончился огромной инициативой, частной инициативой сотрудников Intel. Вы знаете, тут я вам хотела сказать, что коммерческие проекты, они приходят и уходят. Мы отчитались об успехе, мы получили какие-то деньги, заказчики доволены, они ушли в историю. Именно на смену приходят другие проекты. Но проекты, связанные с информатизацией системы образования, изменили нас как таковых. Мы создали очень интересный ресурс поначалу, просто как энтузиасты, для того, чтобы помочь учителям, которые работают не в Москве, разобраться в IT-технологиях. Не везде много IT-специалистов. Чем дальше от Москвы, тем сложнее эта проблема решается. Мы сделали ресурс, который назывался IT Galaxy. Он был сделан в порядке эксперимента, совершенно безвозмездный, и преследовал собою цель показать учителям, каким образом пользоваться компьютерами. Потом все больше и больше учителей стали приходить на этот ресурс, обмениваться мнениями, пожеланиями. Потом они стали присылать свои программы, сделанные ими как энтузиастами, для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы грузить какие-то интересные решения на компьютер где-то совсем-совсем далеко до Москвы и получать таким образом результат от своей учительской деятельности. Я забыла, какого рода спецификация была первой. Я забыла, сколько дюймов был экран, но я помню первую работу, которую сделала ребенок-энтузиаст на компьютере, сделанный вот с помощью такого проекта. Это была 7-летняя девочка из Краснодара, которая написала свой первый проект о том, как лечить ДЦП с помощью ипотерапии. Ничего себе! То есть, вот проект информатизации среди детей открылся нам совсем новым ракурсом и новой гранью. Это способ детям самореализоваться, сделать что-то и быть услышанным. Потому что, когда вы подключены к сети свою идею или какое-то свое произведение первое, неважно, это первый неловкий рисунок или первое стихотворение, а может быть, какой-то успех, вы можете разделить с другими, кому это тоже интересно. И получить обратную связь. К вопросу о самореализации. Вы топ-менеджер не одной из крупнейших компаний, корпораций в мире. Это самореализация для Юлии Кребановой? Это успех? Это карьера, о которой вы мечтали? Самый трудный вопрос из всех. Говорят, человек полностью меняется раз в 7 лет. И мы сами, с точки зрения биологической, не то же, что мы были 7 или 14 лет назад. Наверное, в юности мы мечтаем о каком-то грандиозном успехе. Спросите пятилетнего ребенка, кто из них не мечтал быть космонавтом или суперзвездой или актрисой. Наверное, самореализация, да, это важно. Но она проистекает не от того, что у меня на визитке стоит топ-менеджер американской компании. Она проистекает от мысли, что за прошедшие годы было сделано несколько, не так много, но несколько очень интересных, важных и нужных вещей, которые через много лет позволят мне сказать, что я не зря прожила свою жизнь. И это связано с информатизацией детских учреждений, о которых мы так много говорили. И это не связано с вашими доходами, с вашим, я не знаю, с вашей возможностью быть свободной в передвижениях по миру, в реализации каких-то даже бытовых желаний. Это связано именно с вашим каким-то социальным служением, получается? Я стараюсь не путать вещи, связанные со счастьем и удовлетворенностью. Это разные вещи. Безусловно, очень приятно поехать в отпуск в какую-то интересную страну. Очень приятно не чувствовать себя несчастным, пересчитывая последние копейки в кармане, если вы хотите пообедать. Я не стану заниматься лицемерием и говорить, что это неважно. Да, приятно иметь высокий доход. Он вам приносит чувство комфорта. Безусловно, чем больше денег, тем больше этого комфорта. Но он не подменяет счастья. Ну, далеко не все люди, у которых много денег, существуют в комфорте. Среди них попадаются неврастенники, ну, я не знаю, там, просто злые люди. Конечно. Ну, что же делать? Если человек пытается себя реализовать через попытку получить как можно больше денег, то это, я боюсь, что погони по дьявольскому зеркальному коридору. Вы никогда не увидите конца. Всегда будет мало. Это, наверное, даже уже и смешно. То есть, в общем, карьера как цель – это не ваш случай? Карьера как цель – это не мой случай. Более того, карьера пришла достаточно случайно. Мне было интересно заниматься тем, чем я занималась. И в результате, под достаточно серьезным давлением своего руководства, тогда я заняла текущую позицию. Более того, если вдруг завтра жизнь изменится, и я в силу того или иного обстоятельства буду заниматься чем-то другим, я не буду сожалеть о потере надписи «Топ-менеджер». Единственное, о чем я могу сожалеть – о том, что я могла бы что-то реализовать, но у меня в силу того или иного обстоятельства это не получилось. Позиция топ-менеджера в американской компании – это еще и огромный выбор, это огромная свобода, это ответственность за свои решения и решения других людей. У нас можно поднять руку и сказать «Ребята, у меня есть идея, давайте попробуем это сделать». И если она подхвачена, она обязательно будет реализована. И именно вот это ощущение того, что ваша идея, она может быть выслушана, она может быть воспринята и реализована, именно она дает ощущение самореализации счастья. Но никак не высокий доход, хотя и это, конечно, приятно. Для женщины еще и очень важно все-таки реализоваться в семье. У вас старшая дочь учится уже в ВУЗе, а сыну 7 лет он первоклассников. То есть можно сказать, что вы стали мамой уже, будучи бизнесвумен и занимаясь очень серьезными делами. Не страшно было, ведь все-таки маленький ребенок – это какой-то отказ от некоторой части своей жизни. И на какое-то время это бессонные ночи, в конце концов, это… Ну просто ты выпадаешь из процесса как минимум на несколько месяцев. Ребенок дает нам неимоверные силы. Наверное, если бы младшего ребенка не было, не было бы такого азарта в жизни, не было бы радости от того, что вы пришли домой. Дети, к сожалению, растут очень быстро. Вы не успеете оглянуться, как вы сделали карьеру, а вашему ребенку-то уже 20 или больше лет. Поэтому не было страшно. Абсолютно не было страшно. Не было страшно ни в первый раз, не было страшно, а второй. Если бы Бог дал третьего ребенка, поверьте, и в третий раз не было бы страшно. Потому что мы живем в конечном счете ради детей. И ощущение, что вы сидите за рулем, едете домой, и сейчас вам будет такая замечательная беззубая улыбка, мама, я так тебя ждала, она стоит всего, что мы получаем на работе, но еще вносит такую приятную радость в нашу жизнь. Поэтому, конечно, не было страшно. Да, были бессонные ночи, у кого их не было, но за бессонными ночами приходили светлые дни, и, к сожалению, даже это время прошло очень быстро. Вы обратили внимание, как быстро проходит время, пока вы не спите? Ой, нет, не говорите. Как быстро летит время нашего эфира. Как жаль расставаться мне с гостями, такими, как вы, потому что вопросов, конечно, еще море. Правда, что вы со своим супругом знакомы с 4 класса? Правда. Правда, мы друзья со школой. Такое постоянство и такая верность – это огромная редкость в нашей жизни. Какой ценой? Как? Наверное, у подобного рода отношений нет цены. Они действительно бесценны, как в той самой рекламе. Они просто были, мы были друзьями. Более того, мне иногда казалось, что это мой единственный друг, и более того, в некоторых ситуациях в жизни я и сейчас могу сказать, что мой муж – мой единственный друг. Спасибо огромное. Юлия Клебанова, директор по работе с корпоративными заказчиками Intel Corporation в России, Казахстане, Украине, была сегодня в доле Стуты Ларсен. Удачи. Спасибо.